что такое для меня балет ну это уже большая часть моей жизни практически моя жизнь я родилась в киеве это украина что сказать очень красивая страна я четыре года начала танцевать по сути и вот вся моя очень длинная скажем жизнь в балете это решила даже мой педагог которая меня с детства знала на четырех лет а со мной занималась коллективе детском и она порекомендовала маме отдать мне балет потому что ну как бы увидела во мне такие способности всегда когда вечер был дома не было больших больших зеркал но когда был вечер можно было открыть занавеску и когда было за окном темно всегда можно было видеть в окне свое отражение и я всегда пыталась как-то повторить это все в детстве всех отдают девочек на танцы и ты просто понимаешь что тебе нравится а когда тебе приходят 10 лет в училище ты не понимаешь на самом деле еще сложности этой профессии он всегда водил меня в училище когда мы только ну вот начинала я была очень маленькая он даже растягивал меня для балета потому что он когда меня увидел где-то это одна моя балеринка так сложилось что да мы вот в итоге а я стал нет это знаете это происходит каждый наверное вот там примерно три года потому что если ты ставишь себе цель и идешь к ней достигаешь ее естественно когда достиг ты теряешь как бы смысл ты должен должен найти новую цель и и поэтому всегда это вот как раз попадает примерно в такие периоды мне педагог говорил так если ты не можешь дверь там не бери спектакль или ты танцуешь все как поставлено ты можешь только усложнять ты не можешь ничего упрощать ты вроде бы столько репетировала готовился вышел я от страха забыл все что-то репети татьяна таякина она мне сказала нервничать надо было в зале а теперь иди на сцену получаю удовольствие я это очень хорошо запомнила для меня это был последний мой конкурс и принципе я вообще не люблю конкурсы такого плана но для артиста балета это необходимо для твоей с концентрации ты должен научиться бороться с таким стрессом это делает тебя гораздо сильнее и ты всегда делаешь большой результат фильмов профессионально потому что ты очень много работаешь это как бы действительно был такой шаг вперед тренировки они бывают разные и ты не особо как бы обращаешь внимание на свое состояние то что касается спектакля уже это совсем другое ну это наверное вот пока ты там как-то во время спектакля это происходит пока ты переодеваешься я думаю что это немаловажно потому что когда ты одеваешь на себя совсем другой образ даже немножко меняешь грим это автоматически дает себе такое уже другое состояние это как совершенно другая одежда какую-то одежду стиль оделся так ты себя чувствуешь многие люди танцуют балерины танцуют белый акт и очень ну так скажем трепетно у меня бывают очень разные знаете да он на бывают крайне вообще разный я могу танцевать совершенно по-разному в зависимости от настроения от именно внутреннего состояния сегодня он может быть и достаточно такой экспрессивный может быть достаточно такой демонический искусство это балет это всегда очень тяжело и нервно вот конечно присутствует некая конкуренция когда я была младше это было сложно очень потому что ты не понимал ну знаете когда первый раз вот попадаешь ты не знаешь даже как с этим работать как на это реагировать это очень психологически сложно но сейчас так как я работаю больше с разными коллективами чем ну с нашим театром я привыкла к очень постоянно большому количеству людей вокруг себя поэтому это конечно очень тяжелый труд и очень много чего пришлось преодолеть потому что действительно это так и есть когда в нашей жизни что-то меняется мы всегда боимся этого когда человеку кажется что все идет наперекосяк и логи испытается войти что здесь нет и и и и и и